Кто смотрел обзор на клавиатуру от Dark Project, может помнить, что я и наушники обещал показать. Гарнитура от них тоже сумела меня удивить, хотя там и не обошлось без очень странных нюансов. Вот что это за нюансы и стоит ли её вообще брать, сейчас и расскажу. Спойлер, брать несмотря ни на что однозначно можно. В общем, привет, меня зовут Серж, ты на канале Elmeryay, приятного просмотра. Комплектация богатая. Гарнитура, отсоединяемый микрофон, кабель microUSB для полноценной работы аудиокарты, комбинированный шнур для подключения в телефон или ноутбук, переходник-удлинитель для включения гарнитуры через другие аудиоинтерфейсы, инструкция и сменные тканевые амбушюры под бархат. Тут уже типичный дизайн, напоминающий Bayer Dynamic DT, HyperX Cloud и ещё много какие наушники. Сборка среднего качества, ни один элемент не назовёшь премиальным, но почти всё достаточно неплохо сделано. Почти всё. Вес 324 грамма. Амбушюры и оголовье из приятного кожзама. Они мягкие. Тут типичная регулировка посадки металлическим ползунком, есть вертикальный ход чаш и тут я выдам первый штрафной балл. Оголовье не имеет специального стопора и давит на провод. Это совсем не критично, но всё же минус. Зато конструкция удобно сидит на голове даже на протяжении долгого времени. Единственно, уши могут запотевать, но это решается заменой амбушюр. Тряпичные чуть тоньше штатных, но даже мои большие уши не доставали до чаш. Плюс при смене звучание немного меняется. С кожзамом больше низких частот, а с тканевым наоборот выделяются высокие. Тут же можно заметить, что динамики установлены под углом, за что инженеров можно похвалить. А ещё за совсем не маленькие драйверы на 53 мм с неодимовыми магнитами. Заявленная частота воспроизведения от 20 до 20 тысяч герц. Естественно. И сопротивление в 70 ом, что тоже неплохо. Тем не менее, гарнитуру смог раскачать даже мой телефон. Теперь к тому самому нюансу. Аудиокарта. Она закреплена на провод, а он в свою очередь припаян. То есть отсоединить карту не выйдет. И ладно бы так, но качество её корпуса меня огорчает. Дорогие инженеры. Вот что это? Чик-чики-бум, чик-чики-бум. Местами матовый, местами глянцевый пластик. Переключатели тарахтят. Пластмасса дешёвая и как вишенка на торте. Ваш родной штекер микро-USB, что само по себе плохо. Он нормально не входит в разъём. Я поначалу даже не понял, вставился он или нет. Шнур телепается и выглядит так, словно его нужно пхнуть глубже, но нет. При этом мои провода сидят намного лучше. Это фиаско, братан. Такое можно ожидать от гарнитуры за 50, но никак не за 110 долларов. Почему из коробки я получаю вот это? Мне очень интересно. На самой же карте есть выключатель подсветки, микрофона и регулировка громкости. Честно говоря, мои впечатления настолько были подпорчены, что первое время я вообще не хотел делать на них обзор. Но как только я их подключил и правильно всё настроил, тут я прилично так удивился. У гарнитуры есть фирменное приложение, которое обязательно нужно установить. В нём есть эквалайзер с профилями, включение 3D звука, эффекты реверберации, управление микрофоном. Не забываем об усилении микрофона. Он, собственно, звучит следующим образом. И тут есть искажение звука. Так всё работает без них. Так всё будет звучать, если я включу пресет бой. Так звучит с пресетом girl. Это пресет монстр. И профиль baby. Ну, собственно, для юных киберспортсменов лишним не будет. Дальше управление подсветкой и режим 7.1. В музыке звучание среднее. Всё более-менее разборчиво. Можно прослушивать разные жанры, но особого восторга нет. Глубина звука, его качество, ощущение сцены – всё на средненьком уровне. Но если включить 7-канальный звук и запустить игры, тут совсем другая история. Позиционирование шикарное. Я прям удивлялся, насколько чётко передаются нюансы. Шаги, перезарядка, гранаты – всё слышно. И не просто слышно. Начинаешь понимать, в какой стороне враг, на каком расстоянии и что он там вообще делает. Именно это ценно в игровой гарнитуре. И именно это заставило меня сделать обзор. Да, конструкция аудиокарты немного разочаровала. Но сборка самой гарнитуры, микрофон и качество позиционирования с лихвой перекрывают недостаток. И если тебе нужна игровая гарнитура, и ты готов смириться с дурацким штекером, Dark Project HS2 однозначно стоит рассмотреть к покупке. Я бы, пожалуй, даже не удивился, увидев их на профессиональном киберспортсмене. А это уже заявочка на успех. Ну и вот такой ролик у нас сегодня получился. Буду рад, если оставишь комментарий, насколько тебе важны подобные нюансы. Я же буду прощаться. Если было интересно, подписывайся. Лайки только по заслуженности. Всем добрым добра и до встречи в следующих роликах на канале ElmerYuay. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok